День на Домской продолжает работу в прямом эфире. Прямо сейчас говорим о презентации фильма «Одесская трагедия. Кровавый след русской весны». У нас уже есть первая гостья Татьяна Герасимова, участник группы 2 мая. Татьяна, здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте. Уже этот фильм был в прокате, уже появлялся на экране Думская ТВ и вчера вечером в полной своей версии, сегодня утром. Примерно час, две, три минуты где-то так хронометраж этого фильма. Также мы будем этот фильм транслировать еще и сегодня вечером. Сейчас предлагаю увидеть небольшой анонс этого фильма и уже приступить к обсуждению его. Пожалуйста. История пишется на наших глазах. Но мы редко осознаем это, пока сами не становимся свидетелями событий, меняющих страну и мир. План был совершенно стандартный, точно такой же, как и в Донецкой и Луганской областях. События срывающих маски. Четко было показано, что не существует законность, не существует правило, существует право сильное. События, пройдя через которые, начинаешь по-новому оценить мир. Что же вы наделали, а? Свидетельство участников и очевидцев. В Одессе, в отличие от остального мира, четко знаю и очень хорошо знаю, что на самом деле произошло. Одесская трагедия. Кровавый след русской весны. Напоминаю, она в студии Татьяна Герасимова, участник группы 2 мая. Еще раз вас приветствуем. Есть и продолжает оставаться необходимость освещать и доносить и до одесситов, и до украинцев, и до жителей других стран о том, что же все-таки произошло 2 мая. Это наша трагедия, наша общая боль. Да, конечно. Ведь очень много было усилий потрачено российской пропагандой на разжигание войны на Донбассе именно с вот этим фактором 2 мая. В апреле, когда только все начиналось, мне рассказывали, что, ну, когда все было, знаете, как-то 50-50 еще было, все колебалось там в Донецке, в Луганске, но после 2 мая просто это было нечто вроде ведра бензина. Понятно, что трагедия сама по себе совершенно ужасная, но так как ее использовали пропагандистские СМИ, вот это, на мой взгляд, еще одно преступление, может быть, не менее жуткое, чем то, что произошло у нас в Одессе. Вы видели его фильм полностью, этот? Ну, я его видела полностью прежде всего потому, что автор фильма Елизавета Татаринова делала его по нашим материалам, естественно, она советовалась с нами. — Пожалуйста, ну вот, в общем, сообщение этого фильма, оно направлено на что? Для того, чтобы разъяснить какие-то вещи, которые где-то находились в тени, непонятные, или это помощь, может быть, следствию, потому что следствие все-таки продолжается, еще вопросы не все закрыты. Вот, на ваш взгляд, он куда больше направлен? — Ну, это и то, и другое. Действительно, материалы нашего расследования, они состоят прежде всего из-за того, что мы собирали из открытой сети. Все видеоролики, которые мы могли найти, мы все их аккумулировали, они действительно сослужили большую службу нашим следователям, вот, в частности, одесским, которые время от времени обращаются к нам с просьбами, да, тем тот или иной другой материал. Ну, и я считаю, что этот фильм — это, в общем, такой неоценимый материал в противодействии информационной войне, потому что здесь он основан на фактах. Когда авторы снимали этот фильм, я просто присутствовала при съемке некоторых интервью, всегда Елизавета предупреждала всех своих визави, пожалуйста, избегайте любых оценок. Расскажите только то, что вы видели своими глазами, слышали своими ушами. Нас интересует только это. Именно поэтому там две стороны, там есть и куликовцы, так называемые, и евромайдановцы, и эксперты, и представители правоохранительных органов. Какой эффект от фильма вы ожидаете от зрителя все же? Ваша цель? Я очень бы хотела, и не только я, и мои коллеги по группе, чтобы зрители, те, кто еще продолжает верить в различные мифы, а вокруг 2 мая наградили очень много всего, чтобы они просто наконец-то включили критическое мышление и начали думать о том, что ничего не происходит просто так. Не было бы 2 мая, не было бы, если бы не было 19 февраля, 3 марта, 10 апреля, 30 марта. Я не буду сейчас расшифровывать эти даты. Думающие одесситы прекрасно знают, о чем я говорю. Если бы не было до этого раскачки Одессы со стороны некоторых СМИ в течение нескольких лет, пропагандистов, которые сталкивали лбами украинцев и русских в Одессе, если бы ничего этого не было, не было бы 2 мая. То есть, выходит, продолжают оставаться люди, которые жили здесь, живут здесь, которые, скажем так, видят картину неполной, и не до конца понимают, что же действительно произошло. Именно поэтому подобные фильмы и снимаются. Конечно, очень многие продолжают отрицать вот эти факты. Вот есть, наверное, категория людей, которые представляют не так, а есть, которые категорически заблуждаются. Вот вы от такой категории людей не боитесь какой-то неадекватной реакции? Или, может быть, не боитесь, это не то слово, ожидаете какой-то непонятной реакции? Она уже была. Я вчера была в эфире со своими коллегами. Мы были в эфире Первого городского, там была премьера фильма. И в перерыве я вышла в служебное помещение, и в этот момент зазвонил телефон. Этот телефон знаком практически всем, с кем я общалась на Куликовом поле. Я там весь 14-й год, практически каждое воскресенье общалась с людьми. И поэтому я никогда не скрывала его. Какая-то женщина очень чувствуется пожилая, стала кричать, оскорблять меня. А что говорит женщина, кроме вот оскорбления? Я ничего, я просто не стала это слушать, потому что зачем мне слушать оскорбления? Ну, говорит, это неправда или что вы снимаете? Какие претензии были в звонке? Когда тебе говорят нецензурное слово, это какие претензии? Ну, это оскорбление в адрес, да. Вот и все. Я просто такие вещи... Я никогда не отвечаю, я никогда не спорю с такими людьми. А вы не опасаетесь, что вот были оскорбления, возможно, начнутся угрозы? Или, возможно, они были, пока вы работали над фильмом? Вы знаете, честно говоря, угроз не было. Так вот иногда в соцсетях проскальзывает, что мы вернемся, и мы с вами разберемся. С чем разбираться, я не знаю, потому что все, что мы делали, мы выполняли просто свой какой-то гражданский долг, мы собирали факты. Мы никого не обвинили, никого не... Ну, вы же понимаете, сразу будут говорить, манипуляция фактами. Да, факты собрали, но показали и выстроили картину таким образом, что... Вы знаете, а надо просто это опровергать. Вот, допустим, если написано, что Иванов погиб столько-то, во столько-то, то мы же не просто так это время вывели, а мы же до этого собрали документы из скорой помощи, где все зафиксированы вызовы. Мы собрали... в больнице забрали документы, где написано, во сколько его привезли. Поэтому спорить с людьми, которые собирали факты, причем из разных источников, очень сложно. А собирать факты было сложно тоже, общаться с людьми сложно было. Находили там вторая сторона куликовцы, они же понимали, что вы скорее, ну скажем, к евромайдановцам относитесь. Вы знаете, нет. Во-первых, мы нигде никогда не говорили, что мы относимся к евромайдановцам. Более того, сразу, когда мы собрали свою группу, категорически, так сказать, отвергли всякую возможность участников с той стороны. Только журналисты, только эксперты. Политическую позицию, конечно, очень сложно спрятать, понятно. Но, ну не знаю, во всяком случае нам удалось опросить больше 300 человек с разных сторон. А есть такие люди, которые, на ваш взгляд, были бы ключевые в этом фильме, если это называть фильм все-таки, и с ними не удалось поговорить? Вот по каким-то причинам? Либо их нет сейчас где-то на территории Одессы, либо они отказались. Вот если да, то кто эти люди? Кого не хватает в фильме? Ну, мы не ставили перед собой задачу общаться с теми... Ну, вы же набрасывали в любом случае. Ну, мы исходили из того, что в Одессе есть, из тех людей, которые есть в Одессе, с которыми реально поговорить. Наша была задача максимально соблюсти, вот, знаете, какой-то баланс, чтобы это были и те, и другие. Не потому, что нас там кто-то в чем-то обвинит, а потому что, понимаете, было очень важно, чтобы люди, которые были внутри Дома профсоюзов, рассказали, что было там. И поэтому мы очень, конечно, благодарны вот этим ребятам. Там есть Сергей Дмитриев, Александр Герасимов, не мой родственник, просто однофамилица, Максим Михайлов, я уже всех не помню. Практически никто из них так своей точки зрения не поменял. Они остались на своих позициях. Но они нам хотя бы рассказали, что они пережили, как они, так сказать, что они видели, что они слышали, что они ощущали. Но вот тут же речь идет не только о тех людях, которые оказались внутри Дома профсоюзов, но и о тех, кто призывал их заходить в Дом профсоюзов. И тот же Антон Давидченко, Валерий Кауров. Я не знаю, кого можно причислить к этой категории людей. Но, опять же, как-то, может быть, какие-то их комментарии была цель достать, и у вас не получилось. То есть мы, опять же говорю, мы не ставили эту цель. Нам было важно показать вот ту хронологию, которую мы на этот момент уже располагали, глазами тех очевидцев, которые есть в Одессе. Мы прекрасно понимали, что не будет сниматься в нашем фильме ни Давидченко, ни Албу, ни Квознюк, ни Фучиджи, ни всех, кто сбежал из города. Ставить перед собой совершенно невыполнимые задачи. В конце концов, мы же не следователи. Есть следователи, которые только вот сейчас выдвинули подозрение, насколько я знаю, двум людям в том, что они зазывали людей Дома профсоюзов. Два с половиной года спустя. А как и вам кажется, вот после того, как этот фильм будет просмотрен всеми, кому нужно, чтобы его посмотрели, будут привлечены еще люди к ответственности какие-то? Возможно, это сигнал для того, чтобы некоторые, возможно, службы были проверены еще раз хорошенько, или конкретные люди? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я не следователь. Более того, мы же не можем вторгаться в тайны следствия, потому что существует, так сказать, допуск, и мы его не имеем. Тем не менее, следствие во многом базируется на тех материалах, которые вы им предоставляете. Ради бога, это их право. Они действительно и наших экспертов допрашивали, и просили у нас передать им материалы. Но я думаю, что они идут своим путем. Следователи, насколько я знаю, они после 15 января этого года, когда дело передали сюда, в Одессу, они работают очень интенсивно. И они неоднократно отчитывались перед общественностью города и рассказывали, что им удалось на данный момент. Поэтому я думаю, что они работают по собственному плану. Если в нашем фильме что-то им поможет, мы будем, конечно, только рады. Если они увидят какие-то, например, новые видеоматериалы, ради бога, мы готовы им предоставить. Но они работают по собственному плану, и, естественно, мы не можем в это вторгаться. А сколько времени занял фильм? Вот от начала и до конца, вот до его презентации. Сколько времени потратили на подготовку этого фильма? Ой, мы вообще его снимали в два этапа. Мы сначала сняли фильм, который назывался «Второе мае без мифов». Это было еще в прошлом году, мы его сделали к годовщине 2 мая. Делали очень-очень быстро. И вот основа фильма – это вот тот старый фильм. А потом получилось так, что мы выиграли грант фонда европейского Open Society Foundations. Это фонд Сороса, но не наш, не украинский, а тот, который находится в одной из европейских стран. И наш фонд киевский, фонд «Видроджиня», как бы осуществлял менеджмент этого проекта. Они нам помогали уже непосредственно с организацией работы над этим проектом, потому что там, ну, как любой проект, да, это бюджет, это организация съемок. — Вы можете об этом говорить? Сколько было потрачено средств? — На съемки? — Да. — Я сейчас точную сумму. На съемки было потрачено что-то 125 тысяч, по-моему, гривен. Вот. Это несколько съемочных дней. Группа приехала из Киева, то есть командировочные и прочее, прочее. Вот. Сейчас фильм переведен на шесть европейских языков. То есть в проекте еще предусмотрены были средства на перевод этого фильма. То есть титры, озвучка — это английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и греческий. — А вот от этого зрителя на какую реакцию рассчитываете? Просветление, понимание того, что проходило? — Не знаю, на какую. Вообще, на самом деле, мы даже не столько рассчитываем на какую-то реакцию, мы хотели бы просто рассказать. Рассказать европейцам, что на самом деле произошло. Потому что очень много фейковой информации было выброшено в сеть. Очень много фильмов чисто пропагандистских. Причем это не только российские фильмы. Это такой фильм, как «Маски революции» Поля Марьера, который просто утверждает на голову, что это был этнический конфликт. И продолжает упорствовать в этом. — Ну вот есть у Европы интерес к тому, что происходило у нас 2 мая? — Если проанализировать поисковые запросы Гугла, то интерес есть. Просто как интерес и в нашей стране, он скличен. То есть он поднимается где-то в конце апреля, в мае. Потом этот интерес падает. Но есть интерес к другому. Вот я смотрю, что последние... Я просто анализировала, по каким запросам заходят европейцы в англоязычном интернете, в немецкоязычном. Заходят на фильмы по 2 мая. Ну, скажем, те же немецкие, французские, американские. Последние месяцы появился новый запрос. Его не было в 2014 году, в 2015. Этот запрос называется «Информационная война России». И это очень, на мой взгляд, симптоматично. То есть у европейцев, мне кажется, начался... Наконец-то они начали прозревать и понимать, что они находятся таким же объектом информационных технологий, как и мы. И подобные фильмы, они помогут понимать, что происходит или что может произойти. Я надеюсь, именно поэтому мы и сделали этот перевод. Как оно пойдет? Очень я знаю большой интерес со стороны нашей диаспоры, той же французской диаспоры, с которой мы немножко подружились, когда показывали фильм «Марьера», и они были очень возмущены, просили нас комментировать это. с немецкой диаспорой, они нам тоже очень помогают. С их стороны, конечно, интерес очень большой. Греческая диаспора, потому что Греция очень заражена. А с вашей стороны, это все-таки заинтересованность в том, чтобы люди понимали и знали, что произошло? Да, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Продолжим говорить на эту тему. У нас в гостях была Татьяна Герасимова, участник группы «Второго мая». Сейчас прерываемся на обзор прессы и вернемся в студию обсуждать эту тему. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова